Аким области Нариман Тури Галиев ознакомился с работой компании Уралтаза-Сервис и Жаихтаза-Кала. Коммунальные предприятия отвечают за чистоту города и сопредельных поселков. Грядет снежная пора и их деятельность находится в центре внимания. Да и помимо этого объем работы немаленький. Город с каждым годом неуклонно растет. Высятся новые многоэтажки, разбиваются скверы и аллеи. И каждый объект нуждается в своевременной уборке. Впрочем, в Уральске работают слаженные команды, которые помогают сохранять областный центр в чистоте. Все подробности далее. Объект номер один – Уралтаза-Сервис. Фронт работ у них немалый, поскольку они обслуживают не только Уральск, но и Серебряково, Круглозерное, Желаево, Мичуриное и с недавних пор Переметное. Мусора со всех этих мест набирается много. В день около 200 тонн. Обслуживают город и сопредельные населенные пункты ежедневно 25 машин. Насчитывает компанию около 150 человек. Из них больше половины – это рабочие и водители. Один из них – Жалгазбай Доскаров. Я вожу мусоровоз «Хюндай». В сравнении с «КамАЗом» объем вывозимого мусора меньше – где-то 8 кубометров. Средним за смену совершаем 3-4 выезда. А в праздничные дни это количество увеличиваем. Работа мне нравится. Жалгазбай Доскаров и ряд других сотрудников компании получили благодарственные письма о Кимобласти по случаю Дня независимости. Вручил их лично на ремонт у Регалиев. Он отметил, что обеспечивать чистоту города – это ответственная и важная миссия. Город большой, народу много. В данное время около 350 тысяч жителей только одного Уральска. Конечно, охватывать город своевременно – огромная заслуга. Это нелегкий труд. Большое спасибо вам за это и поздравляем всех с Днем независимости и наступающим Новым годом. А Кимобласти ознакомился с работой компании. Однако основной фронт работ все-таки не здесь, а за пределами этих стен. Так, в городе установлено 2700 контейнеров. Это 650 площадок. Сейчас ведет активная работа по их благоустройству и оснащению системой видеонаблюдения. В этом году на площадках ведем работу по благоустройству. Ограждаем, укладываем плиты и закрываем контейнеры. Это помогает упорядочить мусор. Вывоз мусора – дело непростое. В городе и близлежащих селах находятся и несознательные граждане, которые выбрасывают, прямо скажем, негабаритный груз. Будь то старый диван или строительный мусор. А есть и такие, которые предпочитают складировать ТБО мимо контейнеров. Все это надо пресекать, отметил Акимобласти. Страфовать нарушителей, а среди остальных проводить профилактическую работу. Между тем, в компании половина техники изношена. Вопрос пытаются решить за счет повышения тарифа. Так, до конца года планируют закупить три мусоровоза. Повысили и зарплату сотрудникам предприятия. Однако вакансий по-прежнему немало. Работа специфичная. Как раз, пользуясь моментом, хотел всем горожанам сказать, что у нас постоянно требуются водители и рабочие. Зарплату мы после поднятия тарифа еще подняли. Сейчас в среднем, могу сказать, что минимум 180-200 тысяч на руку получают у нас водители. Есть водители, которые побольше получают. Это у нас зависит от объема работы, от того, на какой технике, на каком мусоровозе ездить. Потому что есть и объемные мусоровозы, и есть и поменьше мусоровозы. Также глава региона посетил предприятие «Жаик Тазакала», где ознакомился с его работой. В настоящее время компания готова к снежному периоду. Задействованы 180 единиц техники, из которых 81 новая, закупленная в последние три года. Коллектив на предприятии «Большой» трудится 750 человек. Глава региона высоко оценил их работу, ведь сотрудники предприятия трудятся и в будни, и в праздники, не считаясь со временем. Мы должны уважать людей труда, об этом говорил и глава государства Касым Жомар Токаев. Днем и ночью вы работаете, это тяжелый труд, я знаю об этом не понаслышке. В дальнейшем этот труд будет оцениваться еще больше. Спасибо за то, что ваш большой коллектив помогает содержать город в чистоте. В честь Дня независимости Акимовости также вручил награды работникам предприятия. На ремонтуре Галиев выразил надежду на то, что зимний период пройдет гладко, а работники предприятия будут и дальше со всей ответственностью относиться к своей работе, обеспечивая комфорт горожан. Алексей Кочмасов, Алмаз Адиетов, Айдос Кисимов, телеканал Акжейк.